В Мурманске состоялось заседание постоянного комитета парламентской ассоциации Северо-Запада России по рыбохозяйственному комплексу. Это уже вторая по счету встреча специалистов отрасли из Мурманской, Архангельской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областей и Республики Карелия, на которой обсуждают необходимость поправок в федеральный закон о рыболовстве. Проблем накопилось немало, как у промысловиков, так и у любителей. Санкции также диктуют необходимость переписывать свод законов. Проблема незаходных судов вновь стала самой обсуждаемой темой на встрече представителей рыбохозяйственных комитетов со всего Северо-Запада. Многие российские суда не заходят в родные порты, избегая уплаты пошлин и НДС. В ответ Росрыболовство предложило лишать квот незаходные суда, если те не пройдут так называемую таможенную очистку. Эта инициатива вызвала бурю эмоций в рыбной отрасли. Нужно делать как во всем цивилизованном мире. Тут не играет роли, где корабль ремонтировался, где построился. Он под флагом России работает, значит ему свободный доступ в российскую территорию и должен быть на акваторию российских портов. Многие считают, что поправка в закон в таком виде нанесет серьезный удар по бизнесу. При этом времени на разговоры все меньше. Изменения могут быть приняты уже в ближайшее время. К сожалению, это очень сложная задача. Я даже не представляю себе практическое исполнение. Просто может сейчас провести таможенную очистку всех судов, незаходных судов, для того, чтобы они были впоследствии наделены квотами. Вы сами представляете, что у нас порядка 60%, если не больше, 60% судов общей численности и 80% судов действующих незаходные. И как? Где найти средства для этого? У рыбаков-любителей проблем не меньше, чем у промысловиков. Свою позицию они не раз выражали на митингах и в публичных обращениях. Бизнес готов развивать спортивную рыбалку. Но для этого нужно, чтобы государство пошло на уступки. По факту, особенно в Ленинградской области, надо признать, что рыбное население, о чем я говорил в своем докладе, достаточно бедное сейчас. И, конечно, рыбаки-любители настроены на других, чтобы там было много щуки, судака, сеговых видов рыб. И, надо сказать, что бизнес к этому готов. Санкции также сыграли свою роль в повестке дня. Вопрос увеличения производства отечественных кормов выдвинут на передний план. На территории Карелии выращивается 75% российской форели. Раньше большая часть всего необходимого для разведения закупалась в соседней Финляндии. Но теперь нужно искать новых поставщиков и, желательно, на родине. Карелия сейчас выращивает где-то порядка 23 тысяч тонн форели. И, безусловно, если наделить Карелию, допустим, кормами, которые будут на территории России производиться, мальками, икрой, которая будет, то это даст огромный толчок развитию. Здесь мы на этой площадке вырабатываем решения экспертные. Потому что у нас очень много специалистов в самом комитете, которые люди не понаслышке знают, что такое рыбохозяйственный комплекс. И есть эксперты, которые помогают в решении этих вопросов. Я думаю, что здесь достаточно взвешенные принимаются решения в части изменений, дополнений в те или иные нормы законов. Прислушаются ли на государственном уровне к советам специалистов – не факт. Но после принятия поправок говорить об изменениях будет уже поздно.